Воспитанники детских садов, которым исполнилось 6 лет, могут участвовать в подготовке и выполнении нормативов ГТО. Наша съемочная группа побывала на занятиях физкультурой в дошкольном отделении 10-й школы. Как ребята проходили испытания комплекса «Готов к труду и обороне» знает Богдан Колесников. Этим мальчишкам и девчонкам сегодня предстоит выполнить нормативы ГТО. Первая ступень комплекса, самая простая, но она имеет большое значение для формирования физической подготовки и здорового образа жизни с раннего возраста. Сегодня прибыль инструктора, а сегодня мы должны себя показать с лучшей стороны. Мы все это делали, тренировались, поэтому не волнуемся, я вам буду подсказать, все должно получиться очень хорошо. И желаю всем, соответственно, сдать на самый лучший старт на золотой значок. В рамках подготовки к выполнению нормативов ГТО первой ступени дети развивают координацию движений, силу, выносливость и гибкость. Мне нравится занять скульптурой, я очень мечтаю сдать золотой значок, я очень мечтаю. Кстати, у меня еще одна тренировка есть в Тэквондо, там у меня дома, уго, сколько уже медалей. Ну, не так уж много, но я очень спортивный, по правде. Сейчас в детском возрасте, мне кажется, очень полезна эта инициатива дать ребятам направление на физическое развитие. Сейчас этого не хватает. Мы уже в три годика начинаем приучать их к определенным и строевым упражнениям, и движению по кругу, и физические упражнения развиваем. И к семи годам они уже практически полностью готовы к школе. Испытаний нужно пройти несколько. Прыжки в длину с места, метание мяча, пресс, упражнения на гибкость, бег на короткую дистанцию, челночный бег и шестиминутный бег на выносливость. Такие упражнения затрагивают все группы мышц. Чтобы дети сразу были готовы к тому, что им потом в 11 классе придется в 9 и вообще в школе сдавать ГТО, мы сразу из дошкольного учреждения обучаем к тому, что нужно стремиться к чему-то лучшему, чтобы получить значок ГТО. Это первая ступень ГТО, 6-7 лет. И уже детки, которые сдадут нормативы на золотой значок, они его обязательно получат. Церемонию вручения знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведут летом. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.